Пока золотая осень хозяйничает в Нижнем Новгороде, в это время на Волжскую набережную прибывает трудовой десант и начинает высаживать более 200 деревьев и кустарников в рамках компенсационного озеленения. В рамках нашего проекта присмотр компенсационного озеленения, при котором мы должны высадить деревья и кустарники на территории Нижнего Новгорода. Специалисты выезжали на территорию нашего будущего жилого комплекса, проверяли и в рамках проекта озеленения было подобрано аналогичное по качеству, по сортности, аналогичное количество деревьев и кустарников. Какие красивые названия! Дуб черешчатый, бархат амурский, рябины, липы, а также кустарники, спирея вангута, спирея японская фробили, снежноягодник с розовыми плодами. Все это украсит Волжскую набережную. Вся эта красота прекрасно подходит к городским условиям. Все растения, которые мы сейчас сажаем, все выращенные в нашем питомнике, то есть это нижегородские растения. Проект разрабатывала городская администрация, комитет по экологии и нам этот проект предоставили. Мы по этому проекту сделали разбивку и подобрали растения, которые соответствуют проекту. И вот сейчас у нас происходит посадка этих растений. Примечательно, что идея компенсационной высадки неравнодушна простым нижегородцам, а наоборот приветствуется еще и местными жителями и гостями нашего старинного и красивейшего города. На озеленение это самое главное, я считаю, в городе. Деревья все очищает, природа. Где-то деревья вырублены, где-то они в плохом состоянии. Я думаю, было бы неплохо. Березы, липы, тополя. Компенсационное озеленение осуществляется в двух формах – денежной и натуральной. Ежегодно в денежной форме в бюджет города поступает более 30 миллионов рублей. Однако приоритетным направлением для города является натуральная форма компенсации. Потому что чем больше в городе деревьев, тем легче дышится жителям. При этом нижегородцы сами могут предложить территорию для посадки деревьев, обратившись в Комитет городской экологии. На сегодняшний день у нас обследование более 70 территорий на предмет пригодности реализации таких проектов компенсационного озеленения. Подготовлено около 40 таких проектов для того, чтобы мы могли осуществлять посадки деревьев. В этом году посажено у нас порядка 850 деревьев в рамках вот этого направления деятельности и более 7 тысяч кустарников. Помимо системной работы, озеленение осуществляется во всех районах Нижнего Новгорода. Идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», городского проекта «Уютный двор», а также празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Владимир Смирнов. Время новостей.